Всем привет! Меня зовут Александр Капралов. Это рубрика альтернативных тренировок от силачей старой школы. Очень много людей имеют различные проблемы со спиной. Сегодня я вам расскажу об упражнениях, которые использую для разгрузки спины. Сегодня я выделил свои любимые 5 упражнений. Благодаря этим упражнениям вы научитесь чувствовать свое тело. Это очень полезный навык, потому что, будь то становый, будь то поседание, если вы не понимаете, что вы делаете, опять же, не здесь к тому, к чему пришли, а именно к травмам. Упражнения прекрасно подойдут для эмоциональной разгрузки от больших весов. Вы одновременно тренируя спину, ее же и расслабляете, как это ни парадоксально звучало бы. Огромный плюс этих упражнений в том, что здесь отсутствует полностью компрессия, то есть никакой осевой нагрузки. Перейдем к первому упражнению – это передний виз. Передний виз – это упражнение, которое развивает ваш ключевой пояс, развивает мышцы кора и требует от вас некой подготовки. Одно из моих любимых упражнений для разгрузки спины. Следующее упражнение – задний виз. Ничего сложного, просто обратное положение корпуса. Использую для укрепления не только спины, но также укрепления локтей. Прекрасный способ отвлечься от штанги и поработать собственным весом. Следующее упражнение назовем его как НКП вниз головой. Подойдет прекрасно людям, которые не могут выполнить передний виз или у которых просто недостаточно сильные плечи, чтобы выполнять передний виз. Поэтому это упражнение будет отличной альтернативой. Оно прекрасно грузит весь ваш кор, растягивает мышцы поясницы, поясничного отдела, укрепляет верх спины, укрепляет пресс. Укрепляются те самые мышцы, которые вы используете при банальных базовых движениях, будь то приседания или становая тяга. Поговорим о следующем упражнении под названием «Китайская планочка» или «Мост Самсона». Главное в отличие от «Мост Самсона» то, что упражнение выполняется на плечах, а не на голове. Это одно из моих любимых упражнений. В нем абсолютно никаких телодвижений делать не нужно. Вы просто ложитесь на две опоры, будь то боксы, будь то скамеечка. И максимально таз поднимаете в верхнюю точку. Упражнение нужно выполнять примерно по 2-3 минуты, потом можно добавлять вес. Перейдем к следующему разделу, это упражнение с резинками. Здесь я показываю свои буквально несколько любимых движений. Упражнений можно придумать великое множество. Я покажу только те, которые сам выполняю. Это и подсобка и для гимнастических упражнений, и для плечей, и для мышц кора, и непосредственно спины. И упражнение надо делать до сжжения, то есть это большой объем на 20-30 повторений. Резинку, соответственно, вы можете повесить абсолютно любую, будь это вот такая тоненькая, как у меня, либо какая-нибудь там зеленая или даже желтая. Это были мои любимые упражнения для разгрузки спины, но это далеко не все упражнения, которые я использую. Здесь я постарался показать упражнения, которые доступны практически каждому атлету более-менее серьезной подготовки. Но если вам понравилась идея и само видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Я сниму тогда еще один видос, где покажу еще 5 упражнений, которые использую. Там будет уровень для более продвинутых ребят, но возможно и у вас еще это получится. Подписываемся на канал, судим за обновлениями, оцениваем видео, комментируем и ждем новых видосов. Всем спасибо, пока!